Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители курса занимательного садоводства «Таинственный сад». Сегодня мы с вами поговорим об очень важном явлении в нашем саду. Оно называется опыление. Мы уже с вами много раз затрагивали эту тему, но подробно еще пока не говорили. Одно ли вам наблюдать, как в яркий день прилетает цветка на цветок различные насекомые? Каких только не встретишь на цветущих ветках или на цветах. Перебирая ножками, ползут они по белым лепесткам, мелкие жучки, кружатся в воздухе большие бабочки или жужжат мухи. Но больше всего пчел. Вот на цветок опустилась пчела. Она быстро пробирается скрытым в глубине венчика хранилищем сладкого сока, нектара. Копошаясь среди пыльников и касаясь рыльца пестика, пчела сосет своим хопотком сладкий цветочный сок. Ее мохнатое тельце все покрыто желтой пыльцой. И этим таким образом она опыляет и переносит пыльцу. Что такое, какие бывают виды опыления? Это бывает опыление естественное, то есть оно происходит самостоятельно, естественным образом. И бывает искусственное опыление. Мы, кстати, с вами об этом говорили. Можете вспомнить, когда говорили о сирене и о сиренгаре Колесникову. Или когда говорили про Грегора Мендери, читали книгу про искусственное опыление цветов гороха. И сейчас вот именно про него скажу, что это когда происходит при помощи человека опыление. То есть не естественным, а искусственным образом. Когда человек хочет добиться определенных результатов. Мы еще раз немножко поговорим чуть попозже об этом. А вот естественно опыление бывает перекрестное. Опыление, когда переходит с одного цветка на другой пыльца. И самое опыление, когда пыльца опыляется в самом единственном цветке. Перекрестное опыление бывает биотическое при помощи живых организмов. И небиотическое при помощи неживых факторов. Биотическое будет при помощи пчел, насекомых, бабочек, мух, жучков. То есть при помощи насекомых. При помощи птиц. И при помощи летучих мышей и других животных. Небиотическое это при помощи ветра. И при помощи воды. Самый вид, когда внутри самого цветка пыльца всыпется с тычинок на пестик. Сейчас мы поподробнее немножко по каждому опылению поговорим. Итак, перекрестное опыление. Это когда с цветка одного растения на цветки другого растения переносится пыльца. И она может переноситься разными способами. Здесь это обозначено пчела. Вот смотрите, она сидит на одном цветочке. У нее ножки все запачкались. Она не специально для того, чтобы прилетела, чтобы перенести пыльцу. Она прилетела за нектаром. За энергией, за пищей. То есть пыльца и нектар, они полны того, что нужно насекомому. И вот она здесь попила нектар и полетела к другому цветку. А поскольку у нее ножки испачкались пыльце одного растения, когда она прилетела на другое растение, это пыльце перенеслась. Вот так произошло опыление. И, кстати, интересно, что некоторые цветки опыляются разными насекомыми, а вот некоторые только определенным видом. Например, львиный зев опыляется шмелями. У него лепестки похожи на звериную пасть. И вот шмелям очень нравится это растение. Кстати, вот Господь так устроил, что кроме шмеля, внутрь такого цветка не может пробраться ни одно насекомое. Толстый мохнатый шмель с разлету садится на нижние лепестки цветка. И от тяжести его тела лепестки опускаются, открывая узкую щель. И пока шмель протискивается через образовавшуюся щель внутри цветка, на него высыпается пыльца из тычинок, расположенных под верхними лепестками. И копошится в цветке на стекоме, и оно добирается до сладкого нептара и оставляет на рельце пистика пыльцу, принесенную из других цветков винного зева. Вот представляете, как интересно все устроено. Вот здесь вот несколько таких хороших, красивых фотографий было найдено мной. Вот как только что я вам описала, да, как шмель или пчела пробирается к цветку. Видите, пьет своим хоботком нектар, а пыльца остается у нее на лапках. И она потом переносит, вот здесь есть прекрасный такой вид, где она вся в пыльце. В основном насекомыми пчелами опыляется, но не только. Еще переносчиками пыльцы будут и бабочки, и жучки. Например, жуки бронзовки, очень для них хорошая приманка, окрашены лепестки мака. Или мотыльки. То есть очень много разных насекомых. Не только насекомые, но и птицы являются переносчиками пыльцы. У каждого, кстати, опыление, вида опыления есть свое название, но я вас не буду сейчас ими нагружать, чтобы не запутаться. Вот опыление птицами. Это калибри, которая тоже настолько мала, что она может вот цветки опылять. И интересно, что еще есть такие прекрасные переносчики пыльцы. Это летучие мыши. Вот очень многие экзотические растения опыляются летучими мышами. Теперь я хочу вам рассказать про опыление ветром. Они, ветроопыляемые растения, чаще всего растут большими скоплениями. Это может быть орешник, береза, рожь, кукуруза. И в какую бы сторону ни подул ветер, вот везде на его пути встретятся ветроопыляемые растения. И часть сухой и легкой пыльцы обязательно попадет на рельсы пестиков. То есть вот ветер, он переносит пыльцу с одного дерева или растения на другое. То есть какие у нас вот растут в саду растения такие. Вот может быть такие тоже есть ветроопыляемые. Есть еще опыление водой. В некоторых садах, например, в саду у художника Мане, есть прудики, бывают прудики. И там есть водные растения. И некоторые из них опыляются при помощи воды. То есть пыльца попадает в воду, переносится течением и попадает на другое растение. Вот представляете, так вот происходит опыление, например, водой. Еще нам надо с вами поговорить о таком виде опыления, как самоопыление. Это отдельный вид опыления, когда ничем не переносится пыльца с тычинок на пестик, а она просыпается сама внутри растения. И таким образом растение опыляется. Это называется самоопыление. Вот такая вот у нас картиночка нашлась, чтобы вам показать еще раз различия между перекрестным опылением. То есть перекрестное опыление, это когда с одного цветка на другой переносится пыльца разными способами при помощи насекомых. птиц, летучих мышей, других млекопитающих, при помощи ветра или воды. Это все перекрестное опыление. А когда внутри самого цветка, это называется самоопылителем. А растений самоопылителей в природе довольно-таки мало. Вот некоторые из них это пшеница, лен, ячмень, горох, фасоль, картофель и некоторые другие. Вот самоопыление растений чаще всего происходит в закрытом цветке. То, когда уже цветок раскрывается, пыльца оказывается прилипшей к крыльцу пестика. Все, что мы сейчас с вами проговорили, это естественное опыление. Но известно еще искусственное опыление. Им занимаются селекционеры или фермеры. Селекционеры этим занимаются с целью вывести новые сорта или вот раскрыть какие-то тайны природы. Помните, Грегор Мендель, он хотел изучить, как передаются наследственные черты от родителей к детям. Сиреневод колесников или другие селекционеры, они опыляют растения с целью получить новые сорта, гибриды. Они это могут делать при помощи чистой сухой акварельной кисточки или кусочками резинки, прикрепленными к проволочке. И цветки, на которые будет перенесена пыльца, надо заранее подготовить к опылению. Для этого из них еще в бутонах удаляют тычинки, чтобы не произошло как раз самоопыление. Затем закрывают цветки марлевым мешочком, чтобы ветер или насекомые случайно не занесли пыльцу на пестик цветка. А когда распустятся бутоны, помещенные в марлевые мешочки, на пестике цветков переносят заблаговременно заготовленную пыльцу того растения, которым нужно будет опылять. Фермеры повышают урожай при помощи такого вот искусственного опыления. Я надеюсь, та информация, которую мы сегодня с вами получили, была для вас интересной, полезной. Попробуйте для себя проговорить, какие виды опыления вы знаете и запомните. Прикер garder objective.